всем привет я еду у меня сегодня есть супер план устроить себе настоящее индийское приключение в нем поучаствуйте пока не буду говорить что за место но я хочу посетить одно очень классное место я надеюсь что у меня сегодня это получится мне сейчас нужно будет уехать из удайпура в ближайший город и я хочу это сделать на государственном автобусе с местными в общем удачи мне мне все тут говорили когда я спрашивала как добраться до этого места простите я опять еду на рикше конечно же потому что здесь какая-то печаль узкие улицы машину вызвать в общем такси вызывает бесполезное очень узкие улицы будешь пробках стоять есть вариант ехать на мотоцикле это самый лучший самый дешевый быстрый вариант но я такая чистенькая у меня чистая одежда чистая кожа я так не хочу ехать на мотоцикле на рикше все же чуть поменьше были что лобовое стекло есть вот в общем сейчас меня эта рикша должна по вот этим вот прекрасным дорогам довести до государственной автобусной остановки центральной и там я уже буду ходить и пытаться узнать когда автобусе туда как добраться как вернуться у меня сегодня должно быть интересное приключение надеюсь что мне все удастся потому что я очень хочу попасть в это место все покажу вам свои успехи когда берусь до остановки сушки но я просто вышла из рикса и мне прям сразу говорят вот этот автобус прыгай в него я зашла даже ничего не успел даже минуты постоять он едет в мой город куда мне нужно вот 50 руби он стоит автобус вот я села плату поэтому мне даже будет нормально здесь вот со мной тут рядом такая красотка вот и в общем у меня с местными я естественно единственная здесь бледнолицая и конечно же двери открыты все я еду около часа по моему ехать ура я приехала так вот мой автобус еще стоит я из него только что вылезла туда вот новые люди залезают он дальше идет город называется на двора на двора ехала я где-то ну часа полтора мне кажется но ехала очень комфортно я сидела в интернете вообще не заметила дорогу может даже поменьше но не засекала я в общем час точным час хвостиком вот они привезли меня на бастейшн сейчас себе поставлю метку на карте хочу посмотреть что здесь есть так здесь все на хинди написано здесь тоже все на хинди написано и здесь тоже все на хинди написано но я сейчас наверное просто узнаю как часто ходят автобусы даудайпура но мне сказали что они вообще даудайпура очень много автобуса уже просит я думаю что вот это расписание может быть кстати даудайпура сейчас попробую через google translator посмотреть последние 2130 мы похожи на правду сейчас я узнаю кого-нибудь вот естественно тут уже идут ко мне просить денег ведь не смущает и что я ее снимаю и вот нормально хочу сейчас найти какую-нибудь кофейню перекусить и потом уже поехать на свою достопримечательность автобусы такие интересные и прямо разноцветные я таких даже не видела какой-то бобби марли стайл вот этот вот автобус такой веселый мне нравится но мне сказали что очень много автобусов типа что прям спокойно уедешь поэтому я даже может быть не буду спрашивать сейчас просто поставлю себе точку на карте геолокацию и поеду и все потом сюда вернусь и разберусь уже на месяце все равно я не поздно вернусь это что-то новенькое таких хряков я еще не видела привет хряк в общем я своей обычной проблемой тут мучаюсь с тем что в индии нет нормального кофе в кафешках и ресторанах они все пьют на из кафе все еще я очень хочу посидеть где-нибудь выпить вкусного кофе позавтракать и потом уже поехать я уже обошла два места и там нет кофе сейчас уже третья попытка я очень надеюсь что она удастся в общем смотрите какая у меня дорога к кафешке короче кофе надо еще заслужить я иду по какому-то очень бедному району я сейчас видела о я поднимаюсь все выше выше я сейчас видела мужчину у которого hello такой самодельный дом о какие красотки посмотрите какие дикари они все такие черные измазанные не счесаны hello 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 bye 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 вот такой бедный район это еще город не туристический пока что но скоро станет и вот по такой горе я ползу наверх такой подъем градусов на 70 хороший я прям с наклоном иду плавный поворот налево хорошо вот здесь смотрите какой голопопик чумазенький так интересно он стоит босиком с голой жопой но при этом сверху у него теплая куртка надета такой грязный ребенок так ладно идем дальше мотоцикл валяется смотрите какой-то какой интересный райончик трусы там щита шлепки но какая-то опять стоковая вода девочка мне все машет наверное они тут вообще очень редко видят белых а может быть даже вообще в первый раз потому что у них конечно они как не увидели не все начали из домов прям выбегать так я очень надеюсь что там есть это кафешка и ее не закрыли потому что две предыдущие были на карте но на самом деле их не было в общем в индии для таких же как я зависимых от кофе будет нелегко я дома выпила чуть-чуть не стала брать с собой термос думаю приеду туда и там выпью я вот сейчас стою смотрю и понимаю что здесь нет поворота налево а мне нужно налево ой ёшкин кот так на эту карту посмотреть в общем я тут уже совсем разочаровалась в жизни но потом я увидела что там есть маленькая лестница скрабкалась по этой лестнице продолжаю путь посмотрите сколько у меня зрителей я очень надеюсь что там есть эта кафешка потому что вы посмотрите по какой дичи я иду пойду на ступеньки ко мне сбежались пока я смотрела гугл карты все дети начали протягивать мне ладошки чтобы им дала денег я им всем отбила петюлю и ушла так сейчас помню поворачивать я продолжаю свой путь в поисках кофе слушайте здесь везде бегают вот такие хряки хряки хрякулечки хрякульки привет ой как жарко вы бы знали знаете как забавно когда смотришь по гугл картам типа 9 минут до следующей кафешке и думаешь ну ладно 9 минут пойду вот еще дети которые сейчас будут просить деньги 9 минут подумаешь пройдусь а оказывается это 9 минут в гору под наклоном 70 градусов так эти 9 минут превращаются в пытку все ладно сейчас буду надеяться что все же мне получится найти так делюсь с вами своим счастьем и несчастьем одновременно я дошла до третьего места кое-как это по горе поднималась местечко прикольное здесь никого нет только вот этот мальчик который здесь работает как с которым я общаюсь но он сказал что у них вообще нет в этом городе натурального кофе есть только растворимый вот но не сделали кофе я уже сказал принесите хоть какой-нибудь на вкус это как смесь какао с горячим шоколадом вообще непонятно что это кофе и я заказала еще сэндвич и сейчас я перекушу и уже пойду дальше я хочу вам сказать что я в полном шоке вот я вам снимаю место где я сидела я выпила два кофе съела очень вкусный сэндвич и очень вкусный чесночный хлеб с сыром за все это вместе у меня вышло первых 250 рупи это типа меньше 200 рублей в трех и пообщалась просто с великолепным парнем он оказывается хозяин этого кафе вот этот вот парень около машины но самый прикол я ему оставляю чивы и он мне говорит мне не нужны чивы это мое место я не официант это мое место пожалуйста не оставляй мне силы такое со мной первый раз жизни хочу попробовать эту корову главы покормить они тут по мою едят мне так как жалко мне тут есть три главы они переспевшие сейчас попробуем не знаю будет она куда укусим у сладки кусь и главу сейчас прожует дам следующую готова металла на так аккуратненько берет язычком чтобы не укусить представляете какая лапушка что учитывая что они здесь правда из помойки едят понятно что глава для них наверно в радость такая худая прям жалко рога прям красные да интересно так на на еще одну последнюю держи 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 вот так ты мой сладкий пакетики я забираю с собой я не добавляю в эту мусорку и никогда не ссорю ни в каких странах тем более я не старю в индии все я пошла пока малышку пока так все я вам показываю куда я иду боже мой как красиво это статуя называется вишна сварупам коровушка чуть не сбили тебя вот она за деревом сейчас я ближе подойду она больше ста метров высоту а как я про нее узнала я же ехала на автобусе из джотхпура пудайпур я просто еду в автобусе залипаю и тут я просто выглядываю в окно и меня оооо я вижу такую огромную махину она еще по мночу подсвечивается я ее увидела и сразу начала соответственно смотреть на карте что это отметила начала читать как сюда добраться не нашла никакой информации начала спрашивать местных как добраться вот сейчас я иду пешком потому что здесь не работают ни убер не рапида здесь тоже загинают цены показывают google maps 30 минут эти я думаю минут за 20 я дойду мне сказали тебе прямо до конца дороги ну google maps так тоже показываю потом налево еще раз налево я шла шла потерялась естественно решила спросить дорогу как мне дойти и тут просто мальчик у которого я сидела в автобусе подъехал на мотоцикле и катался здесь я тебя довезу это вы представляете я просто в шоке я в восторге я первый раз еду по индии на байке очень классно очень быстро сейчас он меня довезет до моей письма с барупама hello 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 мы 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 Субтитры делал DimaTorzok У меня тут улыбка до ушей Так, высадил меня мой ангел, который привез меня на мотоцикле вот там за машинами Вход, идешь прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо, приходишь в тикет-офис Тут есть вот чем я могу вам помочь В общем, это огромная территория Так, сейчас попробую словить Вот, там огромная территория, парк Там есть даже, вот я смотрю, зиплайн, музыкальный фонтан, фудкорт, селфи-поинт С другой стороны, там еще можно подняться на три уровня высоты Есть еще вон стеклянный мост И сейчас я посмотрю, я не очень поняла пока по билетам Тут три кассы Я вижу только вот это, что статуя 200 Парк 200, парк и вьюинг-галлери 400 Парк и вьюинг-галлери 27280 В общем, я пока не очень понимаю по ценам Но этот парень мне еще сказал, что здесь работает его знакомый Дал его номер Ага, вот тут, наверное, будет понятней Ой, что такие цены большие Он сказал, в общем, позвони этому чуваку Он тебе продаст как локалоу дешевле билет Сейчас буду разбираться, потом вам расскажу В общем, я купила билет, сейчас расскажу Здесь билет для туристов в два раза дороже, чем для местных Ну, это понятно И тут есть такие опции Ты можешь просто купить, зайти в парк Там большой парк перед статуей погулять А если ты хочешь, то там еще есть внутри этой статуи 100-метровой Там есть, как я поняла, три уровня, три площадки Смотровые, три смотровые площадки На разной высоте И там уже варьируется Я так и не поняла В общем, мне сказали 1600, если я хочу зайти на смотровую площадку А если без смотровой площадки, то 800 Соответственно, местным все в два раза дешевле Вот тут на входе такой золотой хануман Ворота И за ворота вон туда проход уже к статуе Так вот, после золотистого ханумана Там идут рамки, тебе проверяют сумку Ничего, кстати, не отбирают здесь Ты проходишь и идешь по такой длинной прямой дороге Я хочу вам показать Вот, мне предлагали самый дорогой билет Ты можешь там не только на смотровую площадку сходить А вот сейчас, смотрите, я приближу, покажу Видите, вот тут на самой голове, то есть на высоте 100 метров Есть мостик И там ходят люди Стеклянный мост Я так понимаю, что он еще с прозрачным полом Вот И там вот в самый дорогой билет включен этот мостик То есть для любителей острых ощущений высоты Пожалуйста, можно взять вот этот билет Я вообще боюсь высоты Поэтому я взяла пока обычный билет Я сейчас посмотрю на месте Может быть, я передумаю и захочу подняться наверх Пока я хочу просто туда пройти Знаю, что там огромная территория парка Учитывая, что мне сегодня еще нужно обратно уехать в другой город Пока я все же погуляю, посмотрю Так, вот вы заходите У вас тут будет статуя Ганеши Статуя Ханумана И здесь расходятся дорожки Есть дорожка наверх Есть дорожка вниз Есть дорожка вправо Мне охранник сказал, чтобы я шла вниз Чтобы попасть к статуе Вот сюда Здесь очень большой парк У меня время не ограничено Я не могу здесь все обойти Так что попробую сейчас пойти сюда Надеюсь, что я правильно иду Вот я спустилась по этой лесенке Я не могу Я сейчас умру от этой красоты Господи Вот и женщины тоже носят на головах Все, они такие красивые, все разноцветные Вот, и дальше нужно идти По вот этой дорожке Первая помощь Туалет женский вот справа Так, потом поворот сюда Здесь ездят паровозики Наверное, можно где-то билет купить на этот паровозик Или я не знаю, как это работает Ну я... А, я что хочу вам рассказать Самое интересное Я начала читать про эту статую сегодня И я была просто в шоке Знаете, когда она открылась? 29 ноября этого... Ой, октября этого года То есть это вот буквально Еще двух месяцев даже не прошло Это совершенно новая статуя Совершенно новое место Вот это все, вот этот парк Вот это вот все только-только отстроили А, ну вот, да, главный подход к этой статуе Сейчас я вам покажу Где все делают фотографии Я тоже сейчас, естественно, буду здесь делать фотографии Вот Представляете, она только открылась И я приехала О, боже, как вовремя Там даже еще, видите, внизу стоят леса И там наверху еще, видите, есть бычок Нанду Я сейчас пойду туда Нет, ничего не видите, потому что затемнила камера Сейчас я пойду поднимусь повыше Еще до конца даже леса они не сняли Совершенно новый парк Здесь вот по бокам лавочки идут Естественно, из камня Чтоб жопку поморозить Ну все идеально чисто Ох, как я сегодня находила хорошо Сэндвичи свои сжигаю Вот бычок Нанду Его белый бык Священный Нанду Тоже большая чистоту Кому свистят? Ну не мне Вот, пожалуйста Внизу, видите, главный вход Где лифты И можно подняться на площадки смотровые Вот я вижу у него на шее Площадка смотровая есть Наверное, это самое высокое Хотя на голове у него тоже что-то есть Такое приятное место В Индии Недалеко от города Удайпур Я ставлю Локацию бас-стейшена Если кто-то захочет сам добраться своим ходом Что я информацию в интернете не нашла Вообще никакую Про то, как добраться Ни на русском, ни на английском Видите, надо на него смотреть Я такая довольная Я просто не могу перестать улыбаться Сижу и улыбаюсь Смотрю на эту статую великолепную Мимо проходят все местные Видят меня Просат со мной сфоткаться Естественно Говорят, что я очень красивая Я говорю Тут такие красивые места Зачем вы фоткаетесь со мной? Они говорят Ну ты тоже красивая Я говорю Ну хорошо, ладно Я так довольна, что я сюда приехала Вообще Вот мне прям очень нравится это место Не знаю Вот я вчера ходила в Удайпуре В Сити Пэллос И как по мне это вообще неинтересно А вот это прям вау Ну это прям место, я не знаю Вот просто я люблю всякие храмы и статуи И всякие древние руинки, развалинки В общем, я сижу счастливая Ребята, я не могу перестать улыбаться Я не знаю Меня так торкнуло это место Здесь так еще красиво Здесь такой парк ухоженный Слонники вырезанные Здесь еще есть зиплайн Можно покататься на зиплайне Сейчас будет закат Здесь такая территория ухоженная, красивая Фудкорт Есть зиплайн Вот там есть какой-то батут, качели А, карусельки там, да, парк Фонтан где-то здесь музыкальный есть на территории Ну и здесь, в принципе, сама территория Помимо того, что она очень ухоженная Так как она находится на возвышении Естественно, еще есть великолепный вид на город Вот так вот вокруг горы Видно Ой, ну это статуя Боже мой, боже мой, боже мой Боже мой, какое классное место Обязательно, если будете в Индии Сюда приезжаете 50 рупий на автобусе Очень комфортно, быстро Но потом еще до сюда добраться Какую-нибудь рикшу можно взять Или мотоцикл Мотобайк Или пешочком прогуляться Если ехать на весь день А не как я в тропях Но я доехала на мотоцикле У меня все хорошо Со мной уже сделали Штука 10, наверное, фото Я удивляюсь, конечно, когда Ну, не ладно Ладно, будем считать это комплиментом Я сегодня очень хорошо выгляжу И все делают со мной фото Потому что я счастливая, довольная У меня улыбка до ушей И уже мышцы болят улыбаться А, ну вот, фонтанчик Пойду посмотрю фонтанчик Классно здесь Очень красиво Я очень рада Я так довольна Ура-ура Самое интересное, что Вот это я сидела в кафе Общалась с этим мальчиком И он мне говорит Я говорю, вот я еду на эту достопримечательность А он говорит, да, ничего интересного Я говорю, в смысле Это для вас ничего интересного Я говорю, для меня это Прям вау, восторг Он говорит, да Ну, ладно, сходи Да, говорит, так Ничего интересного Музыка-то здесь такая играет А, ну вот Музыкальный фонтан В плане, что он под эту музыку И фонтанит Я не вижу вывесок Можно ходить по газонам или нет В разных странах по-разному Где-то можно, где-то нельзя Сейчас попробую обойти На всякий случай Не знаю Вдруг нельзя ходить по газонам Ну вот Ну да, и там детская площадка Мальчик прыгает на батуте Ну, точнее, как это Рогатка на рогатке Класс Место шикарное Да, все Здесь, наверное, вечером красиво Скорее всего Здесь какие-то подсветки работают Надо посмотреть Представляете Это совершенно новое место Я как первооткрыватель себя чувствую О, еще отсюда сейчас фотку сделаю Не знаю, же миллион фотографий у меня Великолепный шиво с трезубцем И змеей на шее Потому что он повелитель змей Поэтому змеи здесь считаются священными И поэтому варанаси даже не сжигают Это один из тип людей, кого не сжигают Укушенные змеи И умершие от укуса змеи Потому что шиво повелитель змей То есть, если люди, как бы так сказать Осветились таким образом И их не надо сжигать Они уже в любом случае достигнут мокша К чему стремятся индуисты Достигнуть мокши Выйти из кругов перевоплощения Вот, смотрите, вот этот зиплайн Тут основной круг, да, от которого идет лестница наверх К статуе Вот, и слева направо вот идет зиплайн Он такой недалекий Вот досюда И как раз там справа Находится уже парк детский И с всякими карусельками Не знаю, я не хочу зиплайн Я хотела только вот приехать Посмотреть Усладиться Сделать фоточку Поулыбаться Любители зиплайна могут прокатиться Цена, не знаю Вот, и еще здесь ездят Вот такие машинки Паровозики Можно еще покататься В общем, с детишками здесь нормально Есть их чем занять Просто посмотрите Я восторгаюсь Женщинами Индианками Как они красиво всегда одеты Они такие яркие Такие красивые Я все время смотрю на них И улыбаюсь Не знаю Мне это очень нравится У нас какие-то зимой Особенно, да Зимой, осенью, весной Такие люди серые становятся Все в каких-то серых черных куртках А здесь вот посмотрите Вот Каждый Одно желто-зеленая девочка одета Вот там стоит розово-зеленый Вот там стоит розово-фиолетовый В саре Оранжевый С зеленым Индия Страна красок О, интересно, почему А, завис, фотографируют Зачем? Да, или что? Смотрите, зиплайн завис Человек просто там висит По-моему, закрыв глаза А, вон и вижу Странная тема Интересно, так задумано Или что-то пошло не так И она зависла там Забавно Так зависнуть Посередине висишь Все, сейчас я уже буду Идти в сторону выхода И думать, как мне отсюда Теперь выбраться Такси здесь нельзя заказать В этом городе А мне нужно будет сейчас Как-то добраться До бассейна Далеко отсюда И там еще найти автобус До Удайпура В общем, сейчас пойду Этим всем заниматься Надеюсь, что девочка На зиплайне просто Запланированно висит И сейчас ее оттуда уберут Что мне уже ее жалко Она так висит и висит там Держу в курсе Похоже, все-таки у них С зиплайном что-то пошло не так Потому что вон там Так и мотаются Там уже, по-моему, Два человека мотаются Две девочки Вот, а цену на зиплайн Я тоже уже узнала Пока шла Не знаю, можно ли рекомендовать Такой зиплайн На котором уже что-то Пошло не так Но вот она тут написана 599 рупи А, это special offer Зиплайн Роуп курс Рок клэмбинг Рокет джек В общем, раз, два, три, четыре В общем, там много Комбо из этих всех Каруселек Стоит 599 рупи Вместо 1750 Только сегодня Вот, ну, не знаю Задумано так или нет Но выглядит не очень Потому что они висят там посередине Машут ногами И, по-моему, мне очень нравится Все, я пойду на выход Тут можно подняться Вот так же обратно по лестнице Как я спускалась А можно вот так выйти По вот такой дорожке По плавной Наверх И вернусь я туда же Вот К Хануману и Ганешу Где я и заходила Сейчас уже закат будет скоро А у меня сейчас будет квест Как добраться обратно в Дайпур Удачи мне! Вы представляете Я вышла из статуи Пошла по дороге И проезжала машина с местными А мне показывало идти 35 минут А ехать 8 минут И я просто так махнула им И они остановились И говорят, куда идешь? Я говорю, вот на вас остановку Они говорят, ну, мы тебя отвезем И тут прекрасная семья Которая меня просто везет на эту остановку Представляете, какие добрые люди в Индии Эта прекрасная семья довезла меня Прямо до остановки Я подошла к первому попавшемуся автобусу Спросила у Дайпура Он сказал yes Так что все великолепно Сейчас я сажусь опять в автобус местный И уже еду в Дайпур за 50 рупи Сейчас мы ждем, пока выйдут те люди Которые приехали из Дайпура И поедем вместе в Дайпур Ехать обратно будет еще веселее Здесь набивают их как селедку людей Меня посадили Я белая госпожа Меня посадили Уколоводителя посадили Все, сейчас поедем Дайпура Так, мое приключение продолжается Уже приближается к концу Я надеюсь Я вылезла из автобуса Посмотрела Ближайшую остановку ко мне Там на ней вышла Он дальше куда-то автобус поехал Но уже не в моем направлении Вот И там показывала, что 25 минут пешком Я решила пройтись пешком И заодно купить себе фруктов Потому что пока я ехала полтора часа Я там висела в этом автобусе Непонятно как Там не было свободного места Его набили максимально Поэтому я решила пройтись пешочком Заодно купила фруктов У меня сейчас полный рюкзак фруктов И потратила я 160 рупи на все Я купила 4 банана 3 большие гуавы Штук 5 или 6 Сахарных яблок Это те, которые Анонно-чешуйчатое И 5 или 6 Огромных мандаринов Такие, которые Размером как апельсин В общем, тяжелючий рюкзак У меня Все это вышло 160 рупи То есть это где-то 130, наверное, рублей Или 120 Ну, не знаю Надо на калькуляторе смотреть Я не настолько Хороший счетовод Ну, в общем Меньше 150 рублей Это точно Так что фрукты здесь Классные, дешевые Но у меня Там, где я живу Найти палатку Очень сложно Только один раз Приезжала тележка Поэтому я как раз И решила Думаю, пройдусь пешком Во-первых, разомнусь А во-вторых Куплю себе фруктов Вот Хоть что-то у меня Должно быть С новогоднего стола Мандарины хотя бы Хоть что-то Что остальные продукты Здесь не найти Никакой русский салат Здесь делать невозможно Для оливье Нужна горошка Колбаса Здесь этого нет Для селедки Под шубой Нужна как минимум Селедка Здесь этого нет Для крабового салата Нужна кукуруза Там крабовые палочки Здесь этого нет В общем, у меня будет Индийский Новый Год Буду есть то же самое Что едят индийцы И мандарина Вот Завтра 31 декабря Пойду завтра Хочу днем пойти погулять Потом вернусь И потом ночью Пойду еще раз гулять А еще я, как обычно Ищу краску для волос Но тут какие-то только Хозяйственные магазины У меня по пути Пока что Может дальше найду Ночью В новогоднюю ночь Хочу пойти гулять Завтра еще зайду В свою любимую кафешку Пообщаюсь там с ребятами Спрошу, как они Новый Год отмечают Но я сегодня уже спрашивала У парня Который меня подвез Он сказал, что Молодежь ходит тусоваться в клубы Старшее поколение спят Что, в принципе, для них Это так себе праздник И Единственное, что У них есть традиция 1 января утром Они съедают Кусочек дерева Ним Маленький И кусочек Вот фрукты продают Вот такие фрукты здесь есть Я забыла, как называется вот это Это такие гуавы у него огромные Блин, а я купила себе маленькие гуавы Может здесь еще одну гуаву взять Финики, яблоки А, это тоже гуава А, это тоже гуава Изит, гуава? Гуава? Что-то вообще не пахнет Я их на запах определяю Тоже не пахнет А, вот это пахнет Вот это тоже у него гуавы Но я вот такие брала маленькие А тут еще какой-то новый Другой сорт гуавы Ну ладно, в другой раз у него возьму Пока у меня есть Это сейчас опять сгниет Мандарины 80 рупий килограмм мне сказали А сейчас спрошу, кстати How much it cost? 70 рублей килограмм Ну дешево, да? Так, надо посмотреть, куда мне дальше идти Гранаты здесь такие маленькие Вообще какие-то игрушечные А это помыло Я пробовала, мне вообще не понравилось Вот, в общем, у них традиция 1 января с утра съедать кусочек такого сахара Забыла, как он называется И этот кусочек дерева ним Это чтобы быть здоровым и счастливым Удачным весь год Вот так вот Пойду спрошу у них краску Я продолжаю идти Здесь такая ночная жизнь Кипит Все в магазинах Все яркое, все блестит Пищит, естественно Прям торговый огромный район Здесь, наверное, можно найти все Но не рыжую краску Ух ты, какие курты красивые А я вчера себе курту купила А может быть, надо было сюда прийти Сколько стоит? Ага Цена не написана Чтобы можно было посмотреть, кому продавать И продать по любой цене Вчера купила себе зеленую курту Новогоднюю С длинным рукавом Потому что 22 градуса завтра Пишет похолодание Я, в общем, уже посетила Несколько магазинов С краской Но точно такая же история В Индии у меня есть вариант Быть черной Быть коричневой Или быть в Бургунде Все Других опций Тут не предусмотрено Ох, как хорошо стало Сюда не пропускают, по-моему, транспорт Или что? Здесь так тихо стало Или я глуха уже От этого пищания Все, уже почти добралась до отеля Хороший день сегодня выдался Жду ваши вопросы в комментариях Лайк, подписка, не жалейте Всем лучшей любви из Индии Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok